Здравствуйте, дорогие мои весы! Давайте посмотрим, что расскажут карты, какой нам дадут прогноз для знак зяк весы на март месяц. И достанем еще на здоровье, финансы и любовь. Здоровье, финансы, любовь. А что-то так с финансами-то жесткое. Ну-ка еще. С финансами я вижу, что здесь десятка мечей. Это карта тяжелая. Это карта потери, разочарования. Это карта завершенного какого-то разочарованного дела. На самом деле, карта, когда и в физическом, и в психологическом плане человеку плохо, и лучше всего вообще не принимать никаких действий по этой карте. Но я вижу, из-за чего здесь плохо. То есть это конкретно для кого-то идет, у кого ситуация связана с женщиной и мужчиной. Здесь уход в одиночество. Если смотрит женщина, то по отношению к мужчине, если наоборот, то мужчина по отношению к любимой женщине. А если женщина смотрит, то женщина любит какого-то активного мужчину. Здесь уход в одиночество. То есть из-за этого вы всю энергию туда отправляете, на вот эти вот какие-то неудавшиеся отношения или развалившиеся, скорее всего, отношения, потому что карта отшельника дальше идет. И не хватает этой энергии для того, чтобы питать себя финансово. Что в весов будет просвет в финансах? Да, будет просвет в финансах и в любви в том числе будет у вас просвет. Через какой-то обман весы прошли тут. И поэтому для кого-то вот проигрывается эта ситуация. Так, давайте по порядку. Значит, первые три карты. Первая карта – это шестерка мечей. Это человек, когда уплывает куда-то к новым берегам, он не знает, что там его ждет, какие будут перспективы. Он очень надеется, что принесет новые возможности, новые перспективы, новые связи, новые переговоры, что будет прибыльное место, что это будет достаток, что это будет символ свободы, символ жизни, получения денег, символ достатка. Также по этой карте может быть для кого-то и действительно проиграется переезды, смена места работы, смена места жительства, переезды на новые места жительства, новый город, незнакомый для вас местность. Также могут проиграться командировки, путешествия, путешествия по воде, получения денег командировочных тоже сюда же. Командировки могут быть по работе, потому что рядом идут работы, карта работы, труда. Карта восьмерка Пентакли – это карта каждодневного упорного труда, когда вы сосредоточенно трудитесь, когда вы получаете заслуженное материальное вознаграждение за свои труды, когда у вас есть прибыль, стабильный доход, стабильная работа, возможность идти по карьерной лестнице. Третья карта у нас Паш Пентакли. Паш Пентакли – это возможность учиться, возможность повышать свою квалификацию, также возможность писать курсовые, диссертации, получать стипендию за свое обучение, получать денежные извещения. Теперь мы смотрим здоровье. Здоровье у нас выпала восьмерка чаш. Здесь у нас тоже человек уходит, и здесь человек уходит, а что, возможно, для многих действительно идут какой-то переезд, разрыв отношений, переход на какую-то новую работу, переезд на новое место жительства. То есть для кого-то действительно идут какой-то переезд. Возможно, конечно, чтобы просто кто-то идет, отправился в отпуск, в путешествие, в какое-то плавание. Так, восьмерка кубков, восьмерка чаш. Это у нас карта довольно энергичная. Вам предстоит поездка по служебным или семейным делам, решение каких-то бытовых вопросов. Решение бытовых вопросов, как я уже сказала, со сменой места жительства, например, командировки, отпускаю, деньги все получите. Самое главное поступать по совести и не тащить прошлое за собой, да, оставить все, что в прошлом, оставить в прошлом и идти с гордо поднятой головой вперед. По следующей у нас карта финансы. Здесь у нас вышла чья-то любовная история. С финансами так и непонятно, да? Финансы, пожалуйста. Для весов в финансовой сфере, для многих, все хорошо, особенно те, кто в семье, состоят в браке, потому что вышла карта семейная и карта финансовая. И самое главное, это десятка пентаклей, это хорошее, высокое финансовое положение, это удачные финансовые операции, это удачные сделки, это хорошие даже месяцы для фрилансеров, это положительная карта. Это означающие безопасность, благополучие, семейное благополучие, материальную стабильность. Ну и для кого-то, то есть вот любовные страсти, мордасти вышли, разбитые отношения в пух и в прах закончены, где есть женщина, пребывающая в любви к какому-то мужчине и одиночество, где она сливает ресурсы, где ей не хватает ресурсов для того, чтобы хорошо зарабатывать. Здесь идет предупреждение для кого-то, для кого эта ситуация актуальна, кто является под знаком Зодиака Весы. Будьте внимательны, либо мужчина, не сливайте энергию в женщину, либо женщина, не сливайте энергию в своего мужчину. Выходите из состояния. Отшельник — это как раз изменить свое восприятие. Вы, наверное, где-то не видите истину вещей. Потому что отшельник, он как раз меняет свое... Слово вылетело из-за... Систему ценностей, вот он меняет, пересматривает. И то, что ему казалось раньше ценным, абсолютно так не кажется, когда он переосмыслит над тем, как он жил. И последняя карта — любовь. Здесь опять сидит какой-то недовольный товарищ. Ему протягивается кубок. Кубок — это как раз любовь, это как раз дар, романтика, возможности. А он сидит такой, говорит, я устал, оставьте меня в покое. Это говорит о том, что достаточно пассивный месяц будет, когда лучше восстановить силы, отдохнуть, провести в медитации, покопаться в себе, поискать причину вашей внутренней неудовлетворенности. Вот как раз по систему ценностей поковырять у себя в своей голове. Решить, что для вас важно, что не важно, стоит ли не стоит те люди, с которыми вы находитесь рядом, вливать в них свою энергию, вливать в них свою любовь. Вот так у нас получился расклад. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго вам, дорогие мои. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»